Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на канал FoxTales. С вами Катерина и сегодня у нас довольно занимательная игра. Называется нау-хау спать вечериночный дом в пескодом. Девочка тут зажигает по полной. Мне кажется, вряд ли у меня получится ее затмить, но давай попробуем. Тут есть, как я поняла, несколько историй. В какую историю вы бы хотели сыграть? Я не знаю, давай начнем с оригинальной, а там посмотрим, как дело пойдет. Может, мы так напьемся, что и дальше не надо будет двигаться. Новая игра, погнали! О, ты посмотри, это как-то так? Вот это мне пирамид Хеопс это двигается, а? Я не знаю, за парня или за девушку. Ну, как бы я всегда девушка на вечеринках присутствую. Давайте для разнообразия я начну за мужского персонажа. Никогда особо за них не играла, ну, почему нет? Почему нет? Всегда выбираешь женщин, женщину. Пацанам на вечеринках, вот на этих ночных будениях всегда преимущественней. Ты можешь тусить, ты можешь пить, ты можешь орать, драться, что хочешь. А девочкам, как правило, надо вести себя прилично. Вот, сегодня я вести себя прилично не хочу, поэтому я возьму самого. Кстати, не дали даже выбрать персонажа. Но самый у меня такой, он зажигательный будет мужчинка, и мы за него будем играть. Какие-то тут подсказочки есть, но давай мы продолжим, когда уже все прогрузится. Фига себе. Подожди, ага, это у нас заставочка идет. Я даже не сразу сообразила, думала, я уже начала играть. Йоу, говорит Дерек мне. Какого хрен ты не наши вечеринки? Давай-ка быстренько сюда. Вот тебе вот этот вот GPS-трекер, приезжай. Как вот поэтому сориентироваться-то болотом? А хороший вечерочек намечался под сериальчик, да под Маргаритку. Почему женский-то пинджак? Пинджак. Мамка, наверное, у нас медсестра ушла на смену и говорит, сыночка, будь дома, пожалуйста. Приготовь ужин. Я приду уставшая. Я не местная, я не понимаю, что ты говоришь. Ты ко мне подкатываешь. Да не надо, не надо. Надо не забывать, кстати, что я за парня играю. Ну пусть. Тиндердог. Типа, какая собака тебе больше всего нравится? Ну ладно. Забавненько. Как начало фильма ужаса. Вот эти высокие кусты. Да ты уже подъехал. Что-что? На чем подскользнулся? На гальке? Ой-ой-ой-ой. Как нехорошо. Трындец телефон. Я бы уже разворачивался и домой бы ехала писать объяснительно. Мне нравится музыка начальная. Ну прям без стуков. Двери всегда открыты. В пескодом всегда... Поговори с Дереком. Я не знаю, где тут Дерек. А где он Дерек? Поговори с Дереком. Я поговорю с девочкой. Девочка красавица. Эмми, Эмми, Эмми. А где Дерек? Пытаешься взаимодействовать с другими человеком типа того. Что же у тебя получилось? Молодец. У меня игра стебет? Да я же этот мачо, бутамачо. А, подожди. Понятно. С помощью радиального меню ты можешь осматривать других людей, получить о них больше информации, давать им предметы своего инвентаря или говорить с ними, чтобы попытаться начать диалог. Нет. Рапорт. Ммм. Время от времени, в зависимости от того, какой контент ты преследуешь, можно обнаружить особое взаимодействие. Хорошо. Давай мы изучим ее. Так, взглядом мы кинем. Так, Эмми здесь новенькая. Вряд ли она много кого тут знает. Но теперь она знает меня. Давай поговорим. О, привет. Я Эмми. Эй, слушай. Кто-то говорит. Это диалог. Ты будешь часто их видеть. Слева-то можно, блин, как будто этот. Меня учат, как будто маленького мальчика взаимодействовать с людьми. Ну, вы серьезно. Я же знаю, как разговаривать. В общем, слева мы видим социальные шкалы. Шкалы. Вот эти сердечки, лыбочки и еще какие-то бухлишечки, да? Они отображают романтические или дружественные чувства персонажа по отношению к тебе. Мы ее напоим, она будет очень к нам дружна. Вот сто процентов. Они важны, так как часто они решают, насколько полезным или враждебным будет какой-либо персонаж. А также с какой вероятностью они с тобой переспят? А тут цензура-то тут будет, да, у нас? Ой, ну без цензуры давай обойдемся. Также можно увидеть, насколько они пьяны. Это очень пригодится, так как все мы знаем, что ни один трезвый человек терпеть тебя не может. А почему? Это должно было прозвучать мотивирующе. Было мотивирующе. Ни разу не было мотивирующе. Внизу в центре экрана ты увидишь один или более ответ. Выбери один из них, чтобы продолжить разговор, закончить разговор. Или просто послушать, что происходит. Многие из них будут чувствительны к сюжету или контексту. Так что, если не видишь ничего полезного, продолжай пробовать новые и возвращайся к персонажу позже. И последнее. Ты можешь удерживать правый клик мыши по умолчанию, чтобы двигать камеру во время диалога. Но ты не можешь бегать. Не можешь ходить, бежать, пригнуться или совершать большинство других действий. Ищи заинтересованные стороны перед тем, как выбирать определенный ответ с определенным персонажем. Вкратце, неси херню в неподходящее время. Я поняла. Если я не умею бегать, значит я слежу за языком. Я поняла, что ты Эми. А, привет, Эми. Я потеряла свой телефон. Можешь мне дать свой? Ну, давай скажем, что мы рады знакомству. Ну, спасибо, это мне приятно. Что-то отворачиваешься тогда, раз тебе так приятно, так приятно. Жуженька, ты знаешь, жуженька вылупилась. У Жуженьки глазки не в тех местах расположены, не по размеру, маечка. Смотри, приветики, отдыхай. Нет, смейте обстановку. Да это уже слишком так, ну, прям в лоб. Не, я же не баран. Ты выглядишь какой-то задумчивый. Тебя что-то беспокоит. Давай проявим сочувствие. А, да, мыслями я будто бы не здесь. Все дело в том, что я новенькая в городе и пытаюсь присоединиться к сестринству в универе. Они устроили меня охоту за предметами в качестве посвящения. Завтра, последний день. Фу, еще одна красотка. А у меня еще нет многих предметов. Я подумываю, уйти с Витюнки и попробовать закончить окоту. Такие вещи из списка такие, ну, мягко говоря, смущающие. Я многих здесь не так хорошо знаю. Давай поможем. Я могу тебе с этим помочь. Могу достать что угодно. Ой, вау, отлично. Может, задержусь я ненадолго, и мы посмотрим, что тут нужно раздабыть. Спасибо. Ну, конечно, конечно. Я тебе пообещаю, как говорится, на словах я Лев Толстой. Да, 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 там уже этот... А где другая? Вон, прошла красотка. У меня вообще Дерек с артефактами. Подожди, вот может, это Дерек? Хозяйка вечеринки, хозяйка вечеринки. Не дай мне превратиться в твою вечеринку перед выпуском. Им слишком много... А, так они болтают. Я говорю, ох, хрена себе. Чувак, распи... Короче, вот этот плохой клуб Фрэнки будет лучшим, что случилось с этим гордым. Вот увидишь, давай... А, это Фрэнк. Нет, подожди. Давай изучим его. Фрэнк мудак, да еще и всплывчивый. Лучше мне его не беспокоить. Я так и подумала, от него прям веет тестостероном, а нам вот этих лысых мужиков лучше избегать. А я могу бегать. Ты что-то мне говорила, что я бегать не могу. А так, ты взаимодействовала с предметом. Ты реально далеко пойдешь? При помощи этого радиального меню ты можешь осмотреть. Я поняла, спасибо. Многие предметы можно схватить, затем их можно уронить или бросить. Будь внимательна к диалогу с персонажами в инфе. Окна возможностей. Хорошо. Так, чтобы осмотры многому, чтобы получить максимум от предмет, который ты найдешь, не копи их в углу. Плевай до скорого. Ладненько, понятно. НПС также могут запереть дверь изнутри и иногда помешать тебе ее открыть. В таких случаях придется предпринимать другие действия, чтобы снова открыть дверь. Ай, я удалилась пальцем ноги. Почему? Это самая невыносимая чертящая боль в мире сущая. Ой, Эмми, я тебя понимаю. Это хуже некуда. Знаешь, лучший способ сражаться с ушибленными пальцами? Это раскрошить более талей, чем мелкую пудру. Смешать с любым лошадинным транквилизатором, который сможешь найти, затем снюхать эту пудру через свернутый рулон купюры ниже 20 долларов. После этого о боли можно забыть или об остатке вечера. Я не хочу это слушать. Ты чему учишь, девка? Она же медичка. Спасибо, Стефани. Так я и поступлю. Увидимся позже. Да уж, Эмми, может, стоит поискать друзей в другом месте? Похоже, Стефани что-то вроде доктора. В обучении или психопатка. Мне кажется, 20 долларов без всякого этого занюхательство неплохо пойдет. Патрик, нельзя просто говорить такие вещи. Мы больше, чем просто... Чувак. Так, я... А как... Я хочу уйти. Я не хочу слушать. Эээ, я имел в виду всю правду о моем саде. Как он может освободить? Ай, чувак, не то что женщины. Эти дырки, в смысле, они у них есть. Так, получается, запуталась. Подождите. Что ж вы все мне в ухо бал... Ты дурак, да? Я не хочу с ним... Ты бабу... Ты чё, бабу-то бьёшь? Чё, дурак? И пать это было жестко. Похоже, им нужно на минутку успокоиться. Он выглядит пугающе, сосредоточен на чем-то другом. Я его побеспокою снова чуть позже. Так, красотка очень лихо отплясывает. Прямо она говорит, ну вы ази ко мне. Ты знаешь, как в рекламе вот этой жвачки, когда вот этот вот павлин. Вот она меня напоминает. Ну, давай поговорим со Стефани. Привет, я Стефани. Типа, как дела? Как рад знакомствовать. Ой, я тоже рад с тобой познакомиться. Типа, боже, обожай эту песню. Так, Стефани, ты свободна. Ты должна заценить. Это лучшее место для танцев. Акустика, огонь. Атмосфера еще более огонь. Я как будто дурачок какой-то. Прости, господи. Давай скажем ей просто, что тебе похоже весело. Ринка Ноттен, я бы хотела немножко пошабить. Шабить? Что в третьем классе? На грубость нарвемся, да? Эм, посмотрим, что я могу сделать. А что мне за это будет, кстати? С ума схожу от этого. Если тебе нравится, как я двигаю сейчас, считай, что ты толком ничего не видел. Что еще значит шабить? Я не это, понимаешь? Я как будто с другого века упала к вам. Шабить значит совершать акт дыхания оксида азота из небольшой канистры со сжатым газом или баллоны, например, со взбитых сливок, чтобы получить моментальный приход. Ё-моё, на какую вечеринку меня загнали? Я вообще-то думала, мы тут будем поэтические вечера Пушкина читать, понимаешь? Ну ладно, неожиданно, короче, было от тебя такой ответ услышать. Я становлюсь как бы максимально серьезной, когда дело касается вот этого того, чего нельзя называть. Давай я пойду. Окей, потом увидимся. От тебя уходить прям страшно, тебя оставлять с такими вот этими выпендрежниками. Ты нечаянно в огонь просядешь. В огонь просядешь, загоришься. Баба горячая, но мы ее немножечку оставим. Она меня немного пугает. Так, Эмми, уйди, пожалуйста, мне надо уединиться. Ваша вечеринка, закрой. Передышка, они-то все начинают мне жужжать, жужжать. Я еще толком никого не знаю, где я вообще. Я даже не отображаюсь. Открытый унитаз. Это предмет стул. Ну, как бы можно и сказать, да. Имею в виду, что стул можно использовать только один персонаж одновременно. Так что, если ты пытаешься освободить стул, возможно, придется придумать, как заставить исчезающего стул человека уйти. При всем уважении, разумеется, на этом уроке закончено. Увидимся на следующем. Ну, давай сядем. Выпить. У меня еще не настолько пересохло в горле пока что. А давай сядем. Обычно люди снимают с себя больше одежды перед тем, как сесть на унитаз. Оба сраться не очень хороший способ завести друзей. Или повлиять на людей. Но ты еще не пробовал. Зато ты таким популярным кучу внимания соберешь. А как мне штаны расстегнуть? Я бы хоть это, ну... Может, вот эту бутылку взять? Куп, 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 куп. Everybody там уже подпевать. Я взяла пиво. А где пиво-то мне... Используют вместе. Открой дверь. Мне не дают снять одежду, но я хотя бы взяла пиво. Пошли изучать второй этаж. Панталочная игра. Как-то вот... Как-то, во-первых, вечеринка тухловато, мало народу. Где вы все заныкались? Ох, ё-моё. Я забью эту комнатку, пожалуй. Тут уже, конечно, кто-то валялся под теплым одеялом. Камеру можно взять? Не, ничего нельзя взять. А бегать обострее, да? Ну-ка давай, все, пооткрываем. Открываем. Джиперсы-криперсы. А здесь кто-нибудь спрятался? Трассик гардеробный. А я могу переодеться? В какую-нибудь симпатичную одежду? Не, ну я не буду. Я не буду обливать и изучить. Давай взглянем на этикетку. Ча, а, Ча, плюс один, секс, плюс два, оу, плюс один, средний цикл. Яростно потреплить, сидит для сушки, гендерно-нейтрально. Я бы не сказала, что это гендерно-нейтрально. Конечно, подсолнухи всем идут, но, блин. Нет, пока я не настолько пьяна, чтобы переодеваться в женскую одежду. Вот это что у нас? Вот это можно мне вот таблетки взять? Ладненько, пошли дальше. Слишком... Извините, я не по адресу. Я поняла. Я поняла, что я зашла в вашу обитель. Тут есть над чем подумать, неплохая арт-студия. Сова тоже, говорит, я вот тоже думаю-думаю. Какого хрена меня такой всратый-то нарисовали. Можно швабру взять? А если вот так? Ты не можешь это сделать. А если взять? Я взяла метлу. Спорт вместе. Почему я не могу? Я немножечко хотела подрисовать. Это рисунок птицы похожи на сову. Да, ну нет, это не сова. Ты посмотри, это снеги. Просто такой мутированный снегирь. Сколько ванных комнат для этого дома? Вы что, засранцы-то такие? Я понимаю, что вечеринка, как бы народу много, но всегда обходились одной ванной. Там пятеро пар запрутся, и там хрен кто разберешься. Кому не та, с кому за ванной шторкой надо уединиться. Ой, а что это закрыто? А что это закрыто? Дверь заперта. Надо ее открыть. Я как кошка, я не люблю запертые двери. Здравствуйте. Я на собеседовании. В HR? У меня это... Самый знаменитый чувак на вечеринке вакансии не занята. Что ты меня так смотришь? А что ты меня так смотришь? Такая тетка прикольная. Дать? Прямо сразу, думаете, возьмет? Давай мы пока ее изучим. Бриттани совсем одна в этой комнате. Она выглядит грустно. Интересно, могу ли я ее взбодрить? Ну, давай дадим. Давай, просят, давай дадим. На тебе, взбодрись. Бритни не хочет это. Ну, ладно, давай тогда поговорим. Ой, привет. Не думаю, что мы знакомы. Я Бритни. У меня нет кассы, но я могу все равно тебя заценить. Это подкаты за 300 подъехали. Эй, ты в порядке? Там снаружи тусовка идет вовсю. Знаешь, а? Нет? Че здесь сидишь? Кресло, говорит, удобное, геймерское. Ну, да, я знаю. Просто, ну, слегка неловко. Я только что купила этот новый топ, и, в общем, природа меня одарила довольно большим. Ну, ты знаешь. Я очень стесняюсь и не уверена, что смогу заставить себя выйти отсюда. Ты его сними. Сними, раз он тебя стесняет. Выпусти наружу всю свою волю. Да я даже не заметила. Мы потому что мы в глаза смотрели, поэтому грудь мы не заметили, в глаза. Подводка у нее бомбическая. Капитан Джек Воробей плачет в сторонке. Кто-то не дышит в уши. Давай скажем, что великолепно выглядишь. Прекрасно. Ой, спасибо. Теперь я чувствую себя гораздо лучше. Плюс два сердежка. Обращайся. Ты выйдешь теперь? Ну, давай. А что она? Ну, вставай. Так ее грудь к земле тянет. Понимаешь? Гравитация. Что он мне делает? Какая-то это фазмофобия пошла. Я по шкафам шароеблюсь. Не, не, не используйте. Я все собираю. Зубную щетку возьмем. Интересно, кто оставил. А, это флешка? Тогда почему ты мне не даешь ее взять? Ладно. Давай еще раз поговорим. Ну, привет, как дела? Ох ты, смотри, новое дело. Диалоги открылись. Что ты думаешь об Эмме? Зачем? Так что, Британи, похоже, я поймал тебя в самое подходящее время. Не хочешь отдохнуть в другом месте? А давай спросим, давай. Ой, говорит, я бы с удовольствием, мой миленький. Но я как бы хочу немножко побыть пока одна. Мой топичек, все до сих пор меня это тянет к земле. Давай попробуем изучить комп. Пф, черт мой мак, купи ПК. Вести порой, похоже, мне понадобится взломать или догадаться. Понятия не имею, как он может быть. Так вот, блин, флешка. Почему она сейчас у меня не берется? Я вот, во-первых, нет курсора, чтобы я понимала, что я навожусь на флешку. Ты видишь, что я им точечку какую-нибудь? Я не вижу. А вот сейчас она появляется. Ну-ка. Шарахнем метлой? Не можешь. Можешь, но не можешь. Не могу. Я пока пароли не знаю. Пойдем посмотрим. Может быть, пароли где-то на калькуляторе записаны. Нет, ни хрена подобного. О, Господи. Ты как телепортировал? Ты как за дверью пряталась? Подруга там встать не может с кресла. Помоги ей, а? Ты можешь ей, кстати, часть груди своей отдать, поделиться. У вас будет одинаково, нормально разминан. Что так? Смотрит на меня. Типа, что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Давай изучим ее. Ты кто? Это Рэйчел, довольно крутая. Я слышал, что у нее есть довольно знаменитые друзья, вроде Вики Викса. Вики Викса, ну все знают. Кто не знает Вики? Все. Все на районе в Митина, блин. Дать тебе что-нибудь? Давай поговорим. Эй, я Рэйчел. Прости. Если ты видела, как я ударила этого чела. Обещаю, что я не конченная сука. Я просто... Ой, даже не хочу начинать. А, так это она внизу, да? Пацану дала. Ну ладно. Да нормально все. Ты что так с ним? Так, ты ничего не слышала о Патрике до сегодняшнего дня? Нет? Ты знаешь об этом сайте? Нейт Хондун Бурвач. Не, не знаю. Видимо, придется поверить тебе на слово, просто держись подальше от этого долбоема. А теперь прошу меня извинить, мне нужно придумать, как вернуть мой алкоголь. Потому что кое-какой парень, забавная история, решил конфисковать весь алкоголь с вечеринки. Конечно, удачи с этим. Стой. У меня есть пивас. Лови. Не хочет. Почему ты не хочешь? У меня есть пиво. Так. Какой у тебя знак зодиака? Да она рыба, она вся в полоску, определенно. Ты можешь дать мне свой номер. Эй, Рейчел, ты свободна? Хочешь потусить в другом месте? Ой, а ты понял, что я свободна с нового взгляда, да? Не слишком сумма уверена, я тушусь только со своими друзьями, если ты понимаешь. Ну и ладно. Черт побери, похоже, придется с ней подружиться, быть ее другом. Ну давай. Почему каждый раз я должна заново начинать диалог? Она меня за дурачка сочтет. Можно просто продолжать. Ты как, нравится на вечеринке тебе? А мне было хорошо, пока черта Фрэнк не забрал мой термос. Она ромашковый чай с собой принесла. Почему нет? Я тоже, как только меня зовут, как Катя, у нас тусы. Я сразу термос свой беру, термос пятилитровый. Еще от бабушки достался, самовар называется. Керачу туда ромашку и иду на вечеринку. Все такие, о, Катя, Катя, с травой пришла, все рады. Вот она тоже самая с термосом. Он сказал, что я могу прятать термос и алкоголь, поэтому он его конфисковал. Мы на вечеринке кого? Безалкогольных свидетелей вот этих гуговы? Дай мне с ним поговорить, Фрэнк Мудло. Мы просто должны это принять и все. А давайте поговорим. Дай мне с ним поговорить, я могу уладить это недоразумение. Ой, это было бы отличное, я буду очень благодарна. Почему вы все от меня отворачиваетесь, а? Охота на термос. Ну, пойдем, 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 пойдем с Фрэнком поговорим. Да подожди, стой, изучи. Дайте, изучи. Это Мэдисон, это ее вечеринка. Пожалуйста, не стоит ее уводить. Если я хочу остаться здесь. Да дай я хоть с ней поговорю. Мэдисон. Баба, вы че кучи собрались? Вы вроде не в туалете. Вот это пафос. Я поняла. Двери закрываются, я отваливаю. Это че за... Нет ощущения, что вещи в доме расположены слишком стратегически. Ха-ха-хай. У кого всегда под рукой глушитель связи? Почему под домом разбросано так много на эти лайтов? Не может быть, что мне одной кажется, что тут что-то не так. Хозяйка вечеринки, хозяйка вечеринки, не дай этому превратить твою вечеринку перед выпуском. Им слишком много поливания на них. Вновь и вновь меня ощущение, что меня приглашают на такие мероприятия только из-за людей, с которыми я знакома. Поверь, я ужасно долго не могу отпустить просроченные вещи. Только вчера я пыталась заказать пиццу. Пошли в баню, бабские разговоры. Да вы че тут появляетесь-то из ниоткуда? Ведь, Саши, походка, пойду-ка я в стену, и можете меня не останавливать. Вот это что валяется? Парень, парень, стой. Стой. Патрик, 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 дать тебе че-нибудь, Патрик. Ну что тут у нас, бро? А, да, больше топлива. Не знаю, в курсе или нет, но я обожаю пивас. Если бы нужно было назвать три любимые вэши в этом мире, это были бы жгучие красотки, снятие домашнего ареста и пивас. Так, а че ты под... Давай пей скорее. И снова спасибо за выпивку, у меня есть еще вино. Так что... У меня все еще есть вино, так что у меня, похоже, намечается двойной пистинг. Черт, да? Ну, если же в две дыры себя там какую-нибудь одну пробурить, то может быть и двойной. Давненько, говорит, у меня его двойного не было. Надеюсь, Фрэнк меня не увидит. Он такой жесткий, когда дело касать фитинга. У тебя че, блин, по нему какой-то этот пунктик? У меня есть швабра. Да, швабра, метла. Вот, могу дать, погонять. что это за это распылитель воздуха ароматизатор его тебе дала к дурачку надо было не давать так это уже здесь они так перемещаются она проходила ними меня переходила проходила давай сделаем следующим и с термосом какой ты мой шоколадный батончик а я же парень уйди фу уйди 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 я забываю что я по девочкам нынче так вин дизель давай поговорю с тобой как делишки чувак стой ты же не пьян верно я поняла кто главный трезвенник сроду на тебя не подумал да ты чё я трезва как стеклышко это хорошо я зазор и я ненавижу ублюдков которые напиваются на вечеринках я считаю своим гражданским долгом выбивать это везде сущее дерьмо из каждого кого вижу с бухлом это мой вклад чтобы сделать мир лучше тебе с такими понятиями в библиотеку на безалкогольную свадьбу в какой-нибудь веганский кафешник ну уж никак не на вечеринку чувак ты чё я пойду вон туда окей окей взять на заметки я могу стать пунктом в статистике если от рона что-то с процента выше чем воды на вечеринку ях мне нужен термос что вечер проходит чувак держится стороне от алкоголя да моя алкотестерная полиция могу дыхнуть в твою трубочку так ну что ты фрэнк воровать у девчонок это уже слишком что рынке ослышал тут у кого-то есть выпивка что будем делать а ты кажется интересный парень пойду выпью апельсинового сока мне нужен термос правильно можем сдать кого-то у кого ну тут тут пьяный ходит вот этот белобрысый хрен пьяный хоть что-то улыбаешься и тебе пофигу да давайте скажем воровать смотри чувак если есть малейший шанс а про термос что в этом термосе алкоголь я должен отнестись к этому серьезно я сам не могу проверить потому что меня уже точнее даже от запаха спиртного а я знаю самые главные трезвенники бывшие как говорится эти алкоголики да ну хорошо на самом деле это от умный хороший добрый чувак он не пьет он за здоровый образ жизни он пример для подражания а мы тут пытаемся устроить какую-то клоаку давай я не могу сопротивляться такой пуленепробиваемой логики давай я скажу что я разведу обстановку не просто чувак но я недостаточно хорошо тебя знаю вот если ты смог мне доказать что тебе можно доверять я бы что-то придумал я постараюсь фрэнк вы ребят не чувствуете мы не чувствуем ясно на немножечко диалог такой переведен корявенько но но фрэнк мне не хочет отдавать термос вообще никак я может быть мне кофе взять какая у тебя кликуха меня называют фрэнк фистер о еще и складной нож да ты посмотри фрэнки фрэнки брат мой трезвенник по-моему он пьян пергалиша сейчас моя семья если что-то случится моя бедная беззащитная кисонька особенно после всего что они недавно прошел какая кисонька ты не улыбайся ты меня пугать ей улыбать смотри какое умеет подкатывать к бабе в общем я пугать все эти люди давай с тобой сделки а ты кто такая красотонька куда вы с тобой поговорим изучим кто во первых имя узнаем это эшли сестра мэдис она выглядит расстроена это из-за меня почему сразу из-за меня нет привет я эшли сестра мэдисон рада с тобой познакомиться а я тоже рад ой какой взгляд завораживающий эшли так значит ты соведущая этой вечеринки тоже сомневаюсь что мэдисон меня когда-нибудь так назовет но я тоже живу в этом доме так что называй как хочет значится ведущая томада конкурсы у вас конечно интересные интересные плечиками обращайся если будут какие-нибудь вопросы по поводу собравшихся людей включая вашу покорную слугу как следующее этого вечера мне будет неприятно если ты будешь чувствовать себя покинутым или типа того а хорошо давай спросим ей я не знаю про что там наверху это про брит они что сидит одна в комнате арт комната наверху довольно милая но кроме той совы снегиря тот не миленький местечко не присоединиться то мы ее будем нет я видел как фрэнк пиальцин твою задницу а стоп это же был я над что это мы не будем такими дурными подкатами давай спросим про британи бритни сидит наверху наверху девушка одна сидит ты знакома с бритни бритни о да мне и так жаль она так загрузилась без особых на эту причину если бы я знала ее получше я бы пыталась подойти к ней показать что я не о чем беспокоиться я постараюсь постараюсь объяснить ей что нет причин сидеть запереди я пыталась ты бы сделал это типа ты просто чертовски крутой я собираюсь украсить информацию по твоей кредитки шучу если вдруг закончится чик бликать мне пару цифр да я с тобой пять минут знакома ты меня уже блин пин-код спрашиваешь от моей кредитки меня нету понимаешь нету я нищая я вообще пришла тут фиксировать вашу информацию первая цифра 4 на горе пощечину есть такая цифра я знаю как тебе вечер расскажи-ка мне о гостях вечеринки у нас тут самые разные люди не буду брать большинство из ребят это друзья мэдисона они приняли в свою компанию я уверена мэдисона терпеть не может но да все тут довольно крутые ребят кроме фрэнка я учту и милашка милашка очень красиво я тебя запомню но я должна пойти еще раз к британи подойти сказать что и пожалуйста у меня есть швабра я могу поддержать ее грудь чтобы она не грустила не сидела фрэнки пошли что ты думаешь так но если я опять смотрите к 5 ты тут совсем одна скажу мне кажется мне опять пошли давай попробуем знаю знаю просто не могу заставить себя выйти если бы был бы способ точно значит я не буду центром внимания тогда бы согласилась у меня нет коснуем все равно могу тебя заценить не понравилось у меня нет огнем тушитель но можно мне тебя поджечь ой ладненько чего было она сидит я ее пытаюсь и поднять у меня пока не получает значит у меня недостаточно об не информация выпил о давай вы заберем еще пиво без пивная вечеринка а пиво на каждом шагу валяется что проще шнеппу как у стиральной машинки под боком сушилки ладненько я буду первым кто это скажет мы выглядим лучше чем альфы все еще не верю что я уехала от всех своих друзей любимых тусовочных мест короче пока вот эти разговоры мы слушать их не будем я еще знаешь куда хочу вечеринка перестает быть томный чемпионка потверка повернись пожалуйста ты кто это кто она в отличной форме черт возьми но похоже будто не есть проблемы с управлением днем кач-пач почему ты понял по ее красной агрессивной форме или потому как она зевает ну давай поговорим я ли а потому что я ливан твой зад в грязи если попытаюсь доебаться сегодня на то есть ну как звучало дерзко надо потренироваться как учил меня сэнсэй фрэнк я думаю ты попала прямо яблочко так что это было сэнсэй фрэнк сэнсэй фрэнк ну знаешь огромный лысый член ну пусть будет членом который сидит внизу охраняя крепость чел который надевает джингу пока никто не слышно певает но и надевает я знаю фрэнк я просто не знал что он сэнсэй он же сэнсэем был когда он стал сэнсэй а прости сэнсэй а ну тогда ладно кстати об этом мне нужно по-быстрому связаться с фрэнком я у него на патруле я должна отчитываться ему каждые пять минут дело в том что я ставил тельчик спортзале так что приходится считать в уме прошло ровно пять минут или тип уже дофига больше окей до свидос я чё-то ну записался чувствую нам с тобой надо быть потому что без пол-литра на этой вечеринке не разберешься вот это вот пара зожников они не бухают они на массе понимаешь моё а девки умеют развлекаться вот это вот у них это подсказки по телевизору давай выйдем не я не хочу закрыть а вот ну закрыть открыть какая а это открыто бы вы так окно нам или что я хрен разберусь открыта она или закрыта вообще сюда выходить надо я как тот дурачок в приколах который идет идет по торговому центру а потом раз влетает в 2 у наш бравый солдат блин швейк пошел блестящей походкой на диван я к нему вот так вот потихонечку подойду у нее есть телефон нам нужен телефон нам нужно зачем нам нужен телефон я не знаю давай поговорим тебе что-то нужно я не прочь выпить хочешь я тебе принесу такое чувство что мы используем слово нужно не по его прямому назначению нравится твои очки ты выглядишь не такой умный то есть если бы не очки я бы выглядела как очередная тупая телка свой язык не делал себя одолжение чувак если ты закончил тайну с твоим делом да пошла бы ты знаешь куда очка завриха тебе и комплимент сделал а ты тут дерзишь мне я присяду вот с этим пьяным мачо можно как-то сесть рядом нет не хочу с патриком садиться и давать ему не хочу вообще не хочу вот здесь давай остановимся довольно веселая но немного непонятная игра продолжим развлекаться следующей серии может быть мы тут кого-то а я мог я могу драться серьезно вся сегодняшняя беготня принесла плоды немного увеличив твою боевую скорость я тут прокачалась тут есть прокачка тип чем больше ты бегаешь и ходишь тем ней правая и левая рука а че еще могу сделать я не как бы не из тех людей кто любит драться но мне надо я просто да я не всегда не надо я про я просто проверяю как у меня работают люди люди руки мои люди ко мне ну иди сюда идем идем я тебя приложу прям а я оглушен на тебе тогда такая вечеринка без мордобоя трезвая вечеринка деньги блин на ветер почему я оглушен так я убегаю я не хочу убить я просто хотел проверить можно ли здесь драться оказывается можно я буду тем агрессивным челом ухты тут гараж есть я не могу убегать перепрыгивать я не могу там пингвинчик стал давай померимся стоп 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 успокойся чувак но я не хотела тебя бить я просто хотела проверить как у меня руки работают просто легкую пощечину он сразу согрелся в общем патрик нам больше не друг кулак у меня теперь вот так и шатается он немножко на измене давай остановимся продолжим следующей серии веселье наше спасибо тебе огромное за просмотр пожалуйста подержи лайком пиши комментарии обязательно подписывайся на канал пока пока господи ну дайте мне что ли микрофон или пиво в руку чтобы хоть я и не просто так мол ты лялась в воздухе